В прошлом видео я говорила о том, что жрецы и просвещенные слишком увлеклись тем, чтобы быть единственными, кто имеет власть в Атлантиде, и так как между ними началась какая-то энергетическая война, то Атлантида разделилась на две части. На две группы. В обоих группах были просвещенные жрецы, но они видели развитие Атлантиды по-разному, то есть первая группа видела в более техногенном процессе, они хотели улучшать технологии, а вторая группа хотела продвигаться более духовным старым путём. В общем, эта энергетическая война вызвала ряд катастрофичных событий, природных катаклизмов в Атлантиде, после которого её частота стала понижаться. Также возникло, можно сказать, примерно две основные ветки реальности, то есть Атлантида 2, из которой потом возникла Атлантида 3, это та Атлантида, которую мы знаем, то есть считаем более достоверной, но на самом деле это всё дело только в разных ветках реальности. Также можно добавить сюда историю про обнулённых, то есть были те люди, которые выступали против кастовой системы, то есть им надоела вот эта вот делёжка между просветлёнными, высшими, низшими кастами, и они сказали, что мы хотим создать общество без каст. И тогда им сказали, хорошо, вам выделена определённая территория, вы можете созвать туда всех, кто тоже против кастовой системы, и вы там сможете построить своё общество. И таким образом отец главной героини, то есть авторшей этой книги, он был именно тем самым революционером, который хотел искоренить кастовую систему. Он отправился туда с группой своих единомышленников, и его дочь уже была автором нашей книги в этом воплощении. Можно ли сказать, что их идея воплотила жизнь? Нет. Со временем вот эта вот группа обнулённых, она превратилась просто в секретную базу инженеров, которые делали за какие-то ресурсы, за доступ к информационным полям, какие-то секретные поручения атлантов, которые не совсем хотели светиться всем этим с другими. И, в общем, это просто превратилось в базу просвещённых, потому что дети самих вот этих вот революционеров, они хотели переехать в те города, в которых всё ещё была кастовая система, они просто хотели... Они не хотели жить в глуши, это как у нас жить в отдалённой деревне, и они хотели быть поближе к цивилизации, так скажем. Также автор сказал, что вот эту самую территорию обнулённых можно сравнить с силиконовой долиной, где просто разрабатывались всякие технологии и двигались какие-то проекты. Также там очень подробно разъясняются все эти ветки вероятности, что это значит и как всё это работает. Там всё было очень как бы понятно расписано, там очень много историй, там ещё про временной карман. Я просто не знаю, как всё это вместить в одно видео. Короче, были атланты, которые хотели свой город просто повысить на другую чистоту и жить там в недосекаемости от людей. Кстати, вы про ещё людей не слышали, про богов? Господи, там так много. В общем, начнём мы с людей. Были ящеры. Это то есть цивилизация с другой планеты, которая решила свои какие-то захваченные души держать на земле. То есть под своим контролем, присмотром просто земля, это как для них была какой-то отсылкой, можно сказать, даже, ну не знаю, просто каким-то местом, куда ящеры, короче, захваченные души с других планет, которые они уничтожили, просто переселили на землю. Давно была планета Файтон, которая именно из-за войны между цивилизациями, она исчезла. И тогда вот эти все захваченные души были перенеселены в человеческие тела, которые были созданы в лабораториях самими же ящерами. И там были 20 примерно человек, которых считали богами, потому что они были очень продвинутыми. Но, конечно, это были искусственно созданные тела, которые создали ящеры. Они могли жить тысячелетиями, и тогда возник вот этот вот миф о бессмертных всемогущих богах. Они очень хотели сохранить свою репутацию богов и хотели, чтобы другие люди им поклонялись и слушались безоговорочно. Там был один очень высокомерный бог, который всех бесил. И из-за того, что он всех бесил, там атланты ему устроили такую, скажем, подлянку. Они сказали, что... Короче, они его предали, и потом он просто вышел из их пантеона богов. Остальные боги, короче, его понизили по статусу, так скажем. Но там был ещё один бог, который... Он очень тоже активный, он очень хитрый, можно сказать. И он был верховным богом. Вообще атланты вообще не любили ни людей, ни богов. Им приходилось постоянно отдавать свои ресурсы и территории людям, которые, в принципе, очень жёстко контролировались богами и ящерами. То есть они были как закипнотизированы против атлантов, потому что сами боги и ящеры не очень-то и дружили с атлантами. Для них, для ящеров всё это судьба, там, жизнь, благосостояние. Ни людей, ни атлантов им особо не интересовало. Для ящеров главное было их личные какие-то цели. И они использовали остальные цивилизации, остальные народы просто как материал, просто как для личных целей, знаете. В какой-то момент эти боги должны были остаться уже в своей реальности, потому что они много вредили, они подавляли волю людей. В общем-то, они должны были, короче, сгинуть. В общем, главная героиня в числе других людей, она отвела их на более высокую ветку реальности, после чего она просто схлопнулась. Давайте я расскажу сначала про энергетические кармаши, которые создали атланты. Для того, чтобы быть недосягаемыми вот этой новой пришедшей цивилизации, они хотели быть просто на другой чистоте, чтобы их никто не трогал и чтобы вообще забыть всё это месиво с людьми. Они хотели просто подняться на другую чистоту и существовать там. Но этот план с треском провалился, и ни к чему хорошему он не привёл. Ну, почти, можно так сказать. Когда они поднялись на другую чистоту, их чистота и чистота людей, они начали просто в диссонансе быть. Те поднимались вверх, а те вниз. Из-за этого произошёл такой энергетический диссонанс, из-за которого у них ломалась психика, и они начали болеть физическими болезнями, а также психическими, там, шизофренией, апатией, депрессией и так далее. В общем, у них поехала крыша, и они хотели побыстрее умереть. С другими атлантами, которые остались на Земле, у них получился один раз связаться, и они сказали, что типа всё, типа понижай нашу чистоту, мы хотим умереть. Потому что если резко понесить их чистоту, то они умрут. И, в общем, они согласились на то, что они быстро умрут. Они были даже этому рады, потому что они могли себя убить, но это считалось морально неправильным. И они сказали, уж лучше те понижают нашу чистоту и закончат наше страдание. В общем, им удалось другим атлантам понизить их чистоту, и они вымерли. И сознание нашей главной героини, оно в этот момент из-за того, что астральное тело удалилось, она не могла в тот мир перейти, и она сразу перешла на сверхсознание. Из того сверхсознания был рычаг управления реальностями, и тогда она увидела, как можно исправить эту ситуацию. В общем, она создала новую ветку реальности более высокой чистоты, куда она хотела забрать только с собой богов, чтобы они просто схлопнулись там и исчезли, потому что они очень много делали... Они делали всякие деструктивные вещи. И тогда всех других людей, атлантов, кто там остался, их быстро на нижнюю ветку реальности, которая была на чистоте ниже основной, они решили и всех остальных туда перенести. В общем-то, им это удалось, и тогда боги остались в высшей реальности. А сами люди остались в низкой реальности. Но так как боги были неглупыми, и они были очень развитыми существами, они поняли, что произошло, и, в общем-то, не собирались быстро сдаваться между ними. Были потом войны, распри, но в конце, короче, они все исчезли. Эта ветка реальности на более высокой чистоте продлилась довольно долго именно из-за того, что боги были высокоразвитыми существами, и не поняли, что происходит. После второй ветки реальности, куда их принесли, потом создалась третья ветка реальности. На ещё низкой высоте, на которой примерно мы находимся, и из-за того, что мы находимся на одинаковой частоте, сохранились именно какая-то частичная информация именно об Атлантиде 3, то есть о третьей ветке реальности, потому что другая реальность была просто на совершенно другой частоте. Останки первой ветки реальности не могут остаться на останке третьей ветки реальности, потому что слишком большая разница частот. Управлять реальностью мы можем на личном уровне, на коллективном уровне и на сверхуровне То есть на сверхуровне можно вот так создавать ветки реальности, планировать будущее и так далее Но для того, чтобы сделать прям новую большую толстую ветку реальности, нужно для этого очень много энергии И просто одним человеком её не сождашь То есть это должно было прям быть коллективное или сверхсознание Если я подумаю о каком-то варианте будущего, то это будет такой слабенький, знаете, отброс энергии Но если об этом подумают много людей, то это будет прям сильный мощный поток энергии И он будет более вероятным, потому что там много энергии И как в транссерфинге реальности мы можем перепрыгивать с ветку на ветке именно своим вниманием Потому что куда внимание идёт, туда энергия влечёт И из-за этого закона формируются вот такие вот мультивселенные, параллельные реальности О которых я очень много раз говорила И надеюсь, вам это видео было очень интересным Всем спасибо за просмотр Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!